Я думаю, вы согласитесь со мной, что Тбилиси – это город, где встречаются века и эпохи. Здесь каждый уголок хранит свою историю и культуру. В этом видео мы погрузимся в уникальный мир грузинских храмов, старинных улочек и современных уникальных знаковых мест в столице. Наши главные герои – Величественный Собор Святой Троицы и Древний Храм Метехии. Величественный Собор Святой Троицы и Древний Храм Метехии – это грузинское пиво в барах написано на Токтаре. Друзья, вы знаете, гуляя между этими архитектурными шедеврами Тбилиси, по новым местам и старым колоритным улочкам с резными балконами вокруг храмов, по каменным дворикам находишь для себя идеальные места для съемки. Я на 100% могу сказать, что Тбилиси вдохновляет на путешествие. Собор Святой Троицы – Цминда Цамиба и Храм Метехии – два важнейших исторических и религиозных памятника. При этом они представляют разные эпохи и стили архитектуры. Вы вполне можете посетить эти храмы в один день. Они расположены в центре, относительно недалеко друг от друга. Собор Святой Троицы – Тринити Кассидрол. Очень красивый собор, очень масштабный. Молодой собор. Ему 20 лет. При этом тут масштабно все. Это самый большой храм Грузии – 87 метров. Массивный купол, высокие потолки, мраморные полы, современные фрески, витражи и резные иконы. Может вместить до 10 тысяч человек. Вокруг находится целый монастырский комплекс с колокольней, монашескими кельями и резиденцией патриарха. Собор – крупнейший религиозный центр Тбилиси и одно из самых посещаемых мест. Это он тоже у Паши на день рождения вчера погулял. Ой, на этом, на свадьбе. Он просит, просит это. Советую прям на закате. Красота. Поточки здесь можно классные сделать. Что касается храма Метехи. Он малыш по сравнению с Цминдо-Самеба. Расположен на высоком обрыве над рекой Кура. Он гораздо проще, при этом он элегантен. Это древняя традиционная грузинская архитектура, характерная для религиозного зодчества. Фокус на гармонии с природой и скромности форм. Вокруг храма несколько исторических построек и статуя царя Вахтанга Гаргасао, основателя Тбилиси. Этот храм настолько древний, что точная дата постройки неизвестна. Его основание приписывают XIII веку. В течение веков храм был многократно перестроен из-за разрушений, от вторжений до природных катаклизмов. Метехи – важнейший символ древнего Тбилиси. Его исторический центр и, конечно, уникальное местоположение на скале с видом на реку Куру. От одного храма до другого я советую идти пешком. Здешние улицы – это уникальный микс старой и современной Грузии. Посмотрите, какая улица. Просто бомба. И вот здесь сфоткаться, какие-нибудь классные кадры сделать. Домики такие, видите, конечно же, с балкончиками, с этими, со всеми. Улочки, лесенки такие, кафушечки. Вот так вот во дворик раз, кто-то зашел. Вот, кстати, Botanical Garden, видите, показывает здесь. И вот сейчас мы спускаемся, и мы сейчас спустимся, и мы упремся как раз в мост, через который можно перейти на реку. Эти улицы – сердце старого Тбилиси, сохранившие архитектуру и традиции, сложившиеся в прошлые столетия. Старинные дома с деревянными балконами – самая узнаваемая черта старого Тбилиси. Улицы, мощенные камнем, внутренние дворики, старинные лестницы, фонтаны, маленькие сады, развешанное белье, столики для чаепития, дети, играющие на улицах. Все это так называемый Двилисский колорит повседневной жизни. Жизнь старого города течет размеренно и спокойно. Люди, беседующие у подъездов, лавочники и ремесленники, предлагающие традиционные сувениры, маленькие кафе и рестораны. Небольшие магазины, свежие фрукты, овощи, хлеб и традиционные продукты. Все это по дороге от Метехи до Цминда-Самиба. Как я отметил ранее, вокруг храма Святой Троицы расположены монашеские постройки. Можно встретить монахов, а это все располагает к спокойной религиозной атмосфере. Если вы ищете уединение и духовного размышления, вам сюда. Но за место под солнцем придется побороться с другими туристами. Собор огромен. А что это значит? Раздолье для фотографов. Можно экспериментировать с различными ракурсами, линиями, визуалом. Фотографироваться на фоне неба, на фоне храма, при дневном освещении, при ночном освещении. А если вы устали от прогулки и съемки, просто сядьте на лестницу и наслаждайтесь видами города на закате. Когда лучи солнца добавляют в панораме драматические ноты. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это будет лучшим комплиментом для канала. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что большая часть зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. А с подпиской вы первыми будете узнавать о выходе моих новых видеороликов. У меня также есть и второй канал. Канал называется Smaps Education и он про зарубежное образование. Если вам интересна учеба за границей, выбрать детский лагерь, школу, колледж, университет за границей, обязательно подписывайтесь на канал. И напоминаю, что на нашем сайте www.maps.ru вы можете подобрать для себя любое учебное заведение за рубежом и получить бесплатную консультацию в онлайне от нашего специалиста. Ну и по традиции все полезные ссылочки будут в описании к данному ролику. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok